Видишь, что-то появилось? Которая занимает последнее, седьмое и восьмое места Lexiforce снова здесь Посмотрим, что вообще можно ожидать этого матча Честно говоря, мне нет никаких ожиданий Я не знаю, кто может победить Потому что CR вроде как есть тут именитые когда-то игроки И, в общем-то, молодая кровь в виде того же WTF И Taiwan, у которых был громкий анонс У которых тоже есть игроки из старой школы Но при этом пока эта команда вообще ничего нам не показала Хотя, когда случился этот анонс Сказала, что эта команда будет врываться, по крайней мере, в своем регионе в топы Но пока этого не происходит Что-то может, по крайней мере И Forif, и Miracle, и In Your Dream Это же вроде... Но, по крайней мере, Miracle и Forif Это же вообще некогда топовые игроки Ну, в пределах разумного топовые, конечно О, антимем Появляется Они любят своего Дарксира Три игры, три карты, точнее, которые мы комментировали В исполнении Т1 Они все играли с Дарксиром, если вспомнить Ну вот, и как раз На Тике Одну игру против этого Дарксира играли Алхимиков, который был на фулл фрифарме Вторую игру играли антимагом, который был на фулл фрифарме И я, честно говоря, знаешь, вот одного не пойму Вот зачем они ПЛа банят? Типа, если вы пикаете Дарксира Ну, ПЛа Можно оставить, потому что иллюзия ПЛа суперсильная И с него намного проще сделать иллюзию Даже Та же С него намного проще сделать иллюзию Чем с антимагом Потому что антимаг блинкается Он может прыгнуть прямо тебе на лицо с обислблейдом И убить тебя Выжечь тебе всю ману и убить А ПЛа ты, как правило, ну, там Можешь заметить Там куча какая-то гора иллюзий Он там доппельгангер нажал Ты подошел, ты потянул И вот будет вот эта мощная иллюзия Которая будет еще и плодиться Ну, ей проще играть У антимага Он быстро перемещается по драке за счет блинка Вот, а у иллюзии антимага, естественно, блинка нет А у фантом лансера у него есть фантом раш Он за счет фантом раша по драке перемещается выстрел И вот ты как раз можешь использовать Ты его там подконтроливаешь, на саппортов накидываешь Вот, это круто Это круто, вот И странно, что они его забанили Могли бы вместо этого ПЛа забанить антимага как раз Против которого не очень-то удобно на линии стоять просто На антимаге Насколько я знаю Так, Санкинга забирают Сиэры ДК забирают Т1 По-моему, тогда примерно такой же, да, был драфт? Сейчас я пытаюсь вспомнить ДК там был или не был Там Эмбер, по-моему, был Нет, у них там был Эмбер Но тут, кстати, есть еще вероятность, что Эмбер появится На самом деле Но, блин Эмбер и ДК против антимага Ну, вроде нормально Вроде можно играть там Просто если у Эмбера будут хорошие вещи Так он с антимагом сможет драться Если у него за 30 минут Только молнии Или там только кристаллис какой-то В то время как у антимага БФ, Манта, Башер Ну, тогда плохие новости Собственно, антимаг вас выиграет Тут банится реконтроп на всякий случай Берется ДП Прекрасный выбор против Дрэгон Найта Ну, и сейчас будет ластфикаться Кэрри Кэрри, который здесь должен быть хорош Кто бы тут был хорош, конечно Большой вопрос Я так с утра прикидываю Что тут за линия получается Клокверк, Сэн Кинг Сэн Кинг на тройку Скорее всего Клокверк на четверку Предположительно Хотя, конечно, может быть и наоборот Вчера И вообще Т1 показывали Игру Дарксир плюс Сэн Кинг Сэн Кинг был на четвертой позиции Ну что, думать надо Думать надо, кого тут можно взять Против Сэн Кинга Ну, не так просто подобрать героя Хотя тут у них Гримстроук в пике С Гримстроуком сразу можно придумать Какого-то Джиггернаута Фантомку, наверное Потому что ты под щитом прям Налетаешь на врага И убиваешь его очень быстро Вообще, если честно Сларк хочу Надо Сларк снизу Сларк Тут кэри очень много забанено Посмотри, они всех кэри забанили Почти серые Вообще никого нет Женада То есть какую-то Нагу можно было Какую-то под Арксиро придумать Но ее нет Террар Блейда взять Террар Блейд против Антимага Может хорошо работать Тоже на темпе Но Сларк это неплохой выбор Не потому, что он там Как-то линию хорошо отстоит Хотя, кстати, и линию тоже Может хорошо отстоять Если правильно все сделать Он под суржами Дарксира очень мощный Щиток кидаешь Сурж кидаешь И Сларк начинает бегать По драке От этого статы Отгрызать От того Отгрызать От этого От того От этого От того Потом возвращается Ты ему еще раз Сурж кидаешь И он снова входит в драку И снова делает в этой драке Что хочет Обычно Тут, конечно, станов довольно-таки много Стан Снэпфайр Коги Батарейки Хукшот Ну вот Террар Блейда Решили все-таки взять Видишь Достаточно предсказуемая На самом деле Команда То есть вот так вот Два варианта набрасываешь Сларк Террар Блейд И, как правило, один из этих вариантов Исполняется Ну что ж Хороший герой В принципе Баффали его В патчах Конкретно в этот пик Заходит неплохо Корп персонажа Команда Сиер Это Антимаг и Деспрофит Да, первая, вторая позиция В принципе, что Против Деспрофит Мне кажется, это вообще Один из лучших героев Потому что У него брони Миллиард Его спириты Не так сильно бьют И у него Достаточно хороший Берст урон При нормальном темпе игры Он может Деспрофит Просто Зарайт кликать Главное, чтобы ему Кто-то позицию дал Главное, чтобы Кто-то этот Деспрофит Зафиксировал Застанил Каким-то образом И тогда уже Террар Блейд Там будет разбираться С Антимагом В принципе, такая же ситуация Если на хорошем темпе Играешь Отвечаешь на БФ Манту Манта Искадзи Потом у Антимага Какой-то башер У тебя появляется Там по ситуации Ну здесь, наверное, на БКБ Надо будет взять Без БКБ, мне кажется Тяжеловато Будет И Антимаг Ману выжигает И Станов Куча всяких И Снэфайр С ультимейтом БКБ, скорее всего Придется брать Ну вот Берешь БКБ Третьим золотом Ну нормально Нажимаешь метаморфозу Антимаг, если нагло Блинкается В твою команду Пытается кого-то убить Просто фокусишь его Тут важно, чтобы Драка просто не растягивалась А то так частенько бывает Что ты Ну, драк растягивается И Антимаг прыгает Куда-то к тебе за спину Когда ты на Тираж Блэйзе Играешь И всех твоих саппортов Там убивает А ты такой Типа Я что? Я Метаморфозе Бью Сент Кинга Который стоит в песке Детекшн кончается И я больше Никого не могу ударить Антимаг Там уже твоего саппорта Убил Еще раз блинканулся Из драки вышел А ты ему урона не нанес Так что Надо вот Просто Позицию Позицию хорошую Держать в драке Стоять Достаточно близко К друг другу Но не настолько близко Чтоб вас Сент Кинг всех зарыл В эпицентре Такие дела Ну и поехали Да, можно как раз На коэффициенты Глянуть сейчас Та-дам Ну вот Наши коэффициенты От партнера Париматч И тут равенство 1.85 CR Тайван 1.90 В общем Впервые за долгое время Матч Где нет явного фаворита Потому что Так уж получается Все матчи Которые мы смотрим Какая-то команда Заведомо сильнее И всегда ожидается 2-0 И на самом-то деле У нас почти все Матчи 2-0 и происходят Если посмотреть За вот эти вот 6 дней Процентов 70 матчей Заканчиваются Да даже больше Подожди Мне кажется Мы вообще Ни одной Нет Один матч мы видели Который закончился 2-1 Мы Форс Как раз Мы Форс Не все дни работали Поэтому Как раз день Где мы не работали Там был 2-1 А кто работал Там Когда мы не работали Кто работал Тебе имена комментаторов Назвать? Да Пожалуйста Сказать Почему это 2-1 Ну допустим Адекват и Морталис Ну что Что дальше? Плеть ударов Плеть Задавать Так что да В целом Все матчи Быстрые 2-0 Хоть и даже Есть команда Фнати Которая там Кажется Что в одном матче То проигрывает Карту Потом все равно Забирает То и в еще Одном матче Тоже у них все плохо Они камбэкают Хотя сами делают Ситуацию Под названием Плохо Ладно Сер Д1 Коги поставил Клок Немножко Никс Ассасин Эти Коги Решил пофармить Копает Но уже Клокверк руну Подобрал Может быть Оказались бы Здесь батарейки Форева вообще Могли бы убить Я так смотрю Он так просел 250 хп у него Остается А что Клокверк собирается С батарейками Теперь делать Мне вот интересно Он будет на этой линии Что ли играть И просто Ману сжигать батарейка В чем смысл Так сказать Сакральный А О Слушай Крипы Нифига себе Ты видел? Да Крипы Агрятся на батарейке Вот это вот Типа Серьезно? Это ж жестко Вообще Велон Получается Проблощил Очень круто Линию Я не знал Что честно говоря Так происходит Эти крипы Они же вообще Ни на что не агрятся Ну только На берсеркер Сколакс Наверное Реагировать На батарейке Я не думал Что они могут Среагировать Ладно Клокер Клокер В итоге Действительно Вкачал Коги На первом уровне Вот он Их там Применил Ману Немножечко Прожег Но Сейчас он Не особо Выспособен Потому что Батарейки Они как бы Наносят много урона И батарейками Ты можешь Чуть ли не Соло Убить героя Если он Не с полным запасом Хп вдруг С тобой встречается А ты такой Посреди драки Посреди Там Какой-то Карты С батарейками С тапками Тебе ничего Не смогут Сделать Скорее всего Ну Сейчас он Пулит Может Там будет Как-то Надо Короче Второй левел Получить Каким-то Вот образом С Дарксиром В итоге Формируется Трипла Дарксир Начинает Фармить Купил Тепорик Что Является Таким Не Обязательным Атрибутом На этом Персонаже Потому что Тебе на Дарксире Нужно Как можно Скорее Купить Солринг Да Ну или Если ты играешь Очень-очень Агрессивно Можно Доминатор Доминатор Боттл Хотя От Солринга По-моему Никто не отказывается Солринг Боттл И Доминатор Берут Очень часто Интересно То что Террор Блейд Оказывается Один на один Против Сэнд Кинга И Сэнд Кинг Вынужден Выпулить Пачку Мне кажется Что Сэнд Кинг Помощнее По крайней мере Вот на третьем уровне Сейчас у него Третий уровень есть Он может просто Встать Вот здесь В крипах И Харасить Террор Блейда Тем более Там сейчас Нет Метаморфоза есть Еще у Меракла На самом деле Могут Сэнд Кинга Убить Потому что У Гримстрока Есть Даст И появится уровень 2 Я думаю Что можно попробовать И фраг сделать В центре имеется Метаморфоза Дасты Ну почему же Уровень 2 Не дождались Ну ладно Убьют видимо и так Я уж подумал Что не хватит контроля Влада Да Очень плохо Это не твой стрим Тут ТТБ вообще Все идеально Четвертый уровень Третья минута И 17 крипов Добит уже Да Тут супер Все круто Не ну тут Сэнд Кинг пришел Ко мне вчера Пришел Кто там Бистмастер Против Бистмастера Довольно неприятно Тем более у меня Бейн был саппорт Бейн сейчас Не самый такой Сильный саппорт Ну это вообще Не самый сильный саппорт Против Бистмастера Так если вдумался Против Бистмастера Вообще нормальных героев На пятерку Тяжело найти Ну вот Виверна Личи Кеймстрок Наверное Больше Больше Ну Цемка Еще может быть Вот такие пирожки Ну да Это довольно странно Что Сэнд Кинг Так плохо Полторы минуты Постоял Против Против Террар Блейда Там видимо Террар Блейд Сентрой был Я вижу Что просто тут Он одна Сентрой Есть Но это уже Сэнд Кинг Нет нет Не был Террар Блейд Сентрой То есть Сэнд Кинг Просто поставил себе Сентри и все Но я проверил чат Никто Сентри Не уничтожал Понимаешь Поэтому Я этот момент Еще 2 минуты назад Увидел Почему Сэнд Кинг Решил Поставить вообще Сентри Просто поставил Сентри И в итоге Ну возможно Это дает преимущество Когда приходит противник Пытается до вардить Ты уже видишь сразу вард И успеваешь У тебя там не знаю Есть какое-то время Среагировать Уж не знаю Как это работает Пока Сентри Стоит и стоит Сент Кинг От этого не легче У него одна смерть На топе Гримстроук Уже остепеняется Контроль первой руны Волшебство Волшебство Сойдет Можно поспамить Сейчас Брисфайр Пассивка уже в 2 Драгонайт Почти неубиваемый В такой ситуации Но антимага На легкой Все хорошо Заметьте Драксир вроде как Топорик купил Такой на позитиве парень А крипов-то 10 добил И непонятно Как все будет улучшаться здесь Вообще не совсем понимаю В чем смысл Так сказать Вот этого топорика Когда ты лайнишься С героем С которым ты не можешь Трейдиться Вот если бы тут был бы ПЛ Которого они забанили Или Нага Например То можно было бы Там под двумя щитами Стоять в пачке И нормально Трейдиться Тебя бьет Нага Прокает допустим У нее вот этот вот Рептайт Который там Довольно неприятно Дамажит Но и ты Тут под щитком У тебя еще и крип Под щитком И Нага сама По башке получает За такие вот Выкрутасы А тут антимаг Антимаг Тебе ману всю выжит Что ты будешь делать Он тебе три удара даст И у тебя маны не останется Сейчас Солринг Себе форев притаскивает Вот рейджа не добивает С топориком Это плохо Тратит Дураки душат Душат Вот Не будем трогать Телепорт У саппортов Они за ним очень долго Бегали Искали Но форманул Да То есть Хоть как-то Откупился Да он без ТП Ничего страшного Тут на центре Пришел Никс Ассасин До этого Гримстрок пришел Попытался в Дес Профит Экзорцизма Поубивать Дес Профит В итоге восстанавливает Себе полностью здоровье Экзорцизм закончился И очень вовремя Башня Практически упала Там уже и без экзорцизма Ее в следующий раз заберут Что у нас по антимагу Антимаг все прекрасно Ну вот и фейд на самом деле Такой Известный антимаг Много на этом герое он играет Играл раньше и в других составах Просто все динается Вот из пачки форев Ничего не добивает Ничего вообще Три крипа вышло Трех задинаил антимаг И одного задинаила бабушка Ничего не получил Товарищ На Дарксире Дарксир крут Когда он линию свою доминировать может Тогда этот персонаж превращается В настоящую машину С ним очень тяжело справиться У него плотность большая Он всех ускоряет Считами всех сжигает Тут ДК форму активирует Террор Блейд Тоже приходит в мид Третья метаморфоза У него на седьмом уровне Если чем защищаться Снэпфайр уровень низкий Но выходит Клокверк Ставится Коги Метаморфоза пока в пустоту Нужно это понимать Она просто ничего не делает Частики-то тикают И Меркл Гангер ТБ такой вышел И пошел в лес фарм Забавно получилось А он Никсу оставил линию На самом деле Не так плохо все сделали Т1 здесь Они распределили фарм По карте В топе получается Свободная линия ТБ из лесу выносит В принципе Не шибко меньше Ой, бромхендл ТБ из лесу выходит Не шибко меньше Чем Слайна С какого-то такого Фрифармящего Тоже очень-очень Много качает В лесу А если есть возможность Такому персонажу Как Никс Ой Ой-ой-ой-ой Какой подкоп Не попал правда Гримстрок Первым своим спалом Но Это не Оказывалось важным В итоге Сынкинга забрали Так, а там уже Дарксир у нас шестой Стенку поставил Я чуть не понял А стенка его не попал Или попал Но антимаг разбил иллюзию Хорошо вопрос Если антимаг Разбил иллюзию Вопрос тогда Почему у него так много маны Хотя у него Первый монобрейт Наверное Да, так и должно быть Клокер в итоге умирает От рук Драгон Найта Террорблейды там Оставили одного Еще один экзорцизм И вышка в миде падает Ну за донайт Хотя бы попробовать Сделать? Нет Можно карапаса нажать Подстанить Но Не хватит урона Элементарно ДК это Персонаж Который Уроном практически Не обладает Там знаешь Где-то минутки до 30 Пока он хотя бы Пару слотов не купит Не в этом дело А в том что У него урон Взрастает слишком медленно Относительно того Как возрастает Стойкость и урон У других персонажей То есть вот ты вроде бы На ДК играешь Вот у тебя вроде бы Есть первый скилл Ты его раскачал в 4 Вроде какой-никакой урон Там ДП еще умудрилось Переместиться Убить Дарксира Вместе с Клокерком Каким-то образом Только что за ней гнались И тут Дарксир Ничего сложно Там просто Коги И все И в общем Сформ, Сифон Дарксира Было очень мало ресурсов В этот момент Я к тому что Дарксир-то вроде как видел Что Вот ДП на миде Ее щели Он Он руну хотел забрать Были руны Ведь на десятый Поэтому он оставался На точке Где появлялся Баунти Так что Вполне логично Что это произошло У Дарксира Первая смерть Кстати По Нетвордсу 2500 Сенкинга На тысячу больше Это большая разница Тут еще и Ох Икс Ассасин Карапасы Но Они особо погода Не делают Мановоид Но антимаг Получает лишь Ассист Ну тоже На самом деле Неплохо Что-то тот Помог где-то Сделать фраг У него и так Фул фрифарм Нет понятно Он хотел забрать фраг Все-таки получить БФ там на 30 секунд быстрее Понятно в чем Идея была Выхода Именно подстелить фраг Но в итоге Все равно тайминги Будут просто невероятные С ПТ В рейзен И вот он БФ Практически готов У Террорблейда Фармата В общем-то Не меньше Будем откровенны У него даже больше Крипов Там конечно Часть из них Лесные Плюс у него Еще два фрага То есть По нетворсу Меракл должен Не шибко-то Уступать антимагу А возможно Даже немножечко Впереди быть Но будем Откровенны Опять-таки Антимаг с БФ Фармит быстрее Чем террорблейд С Яшей Или там Террорблейд С Яшей И тремя Врейсбендами Ультимейт От бабки Должна Здесь Бабушка Убивать Гримстроука Еще Ой-ой-ой Было больно Так Вот этого Еще товарища Смогут Подрезать Есть Подкоп Есть Телепорт Пошли Чейнстаны И еще Даже ничего Не нажал Просто Как стан Получил Так с него И не вышел Ну У антимага Больше фарма Даже Несмотря на Вот этот Вот враг Который Сейчас ТБ Еще Сделал Забавно Ну там В целом За антимагом Тут есть Чем гоняться Че это за Курьер Снепфайер Летает Понимаешь Чекает Он просто Мискликнул Че он Не чекал Бывает Такое Что курьер У тебя Почему-то Полетел Ну ты Как Контроль Курьера Сам знаешь Прекрасно Что мне Тебе Объяснять Если Ты Контролишь Курьера Не биндами А вот Ну типа Направляешь Он Ты можешь Случайно Например Кликнуть На Чужого Курьера А если Ты Райткликаешь Типа На чужого Курьера То он За ним Ну вроде Как Ну мув За ним Нажимает Че-то Типа Того И Курьер Ну начинает Летать По всей Карте Чужой И твой Курьер За ним Начинает Летать Ты можешь Его следом Отдать Подслить Короче я к тому Что такие ошибки Постоянно Происходят Не важно Это муж Или кто-то Еще Курьер В какой-то момент Может полететь Просто там Где-то до драки Ты его хотел отправить Тебе Там Переконтроливал Поэтому Ну отдал И отдал Чего страшного Мелочи Мелочи Сейчас уже Опасно Курьера отдавать Когда На ранней стадии Он там Несет тебе Какие-то ворды С ин-3 Допустим Чтобы кэмп Задевать Ну или там Например Кольцо Тараски Террорблейды Очень любят И антимаги Кстати говоря Тоже Очень любят Кольцо Тараски Покупать Если видят Что у них Чрезвычайно Тяжелый Лайн Намечается И вот Если четверка Курьера С кольцом Тараски Убьет Вот это Тогда будет Крайне Неприятно И некомфортно Убивают Снапайр Вот Как-то она Еще ульт Даже умудрилась Она до этого Ульты нажимала Там на карапас Просто ее подловили То ли фармить Крипов Похоже упадет снизу Антимаг с бэфом Уже фармит Почти тысячу золота После бэфа Набрал И начинает Потихонечку Тб По чуть-чуть Но Перегоняет Тб Будет манта Первым слотом Деспрофит О Спиритвесл Деспрофит Вообще появится Хороший предмет Против ДК Переконтроливают Вон посты Можно даже попытаться Затрейдиться Вышками Мне кажется Для Радиент Это более чем выгодно Манта есть Террар Блейда За 14,5 Но тоже Очень хороший тайминг Смотрим Что дальше Он будет делать Какой предмет Покупать Будет ли это БКБ Или какой-то Статовый По-хорошему Блокинг Бар нужен Хотя Сайланс Два стана Батарейки Уж непонятно Да Тут как пойдет Тут же есть Еще такой персонаж Как Дарксир Который Гревзы Пайп Скастует Тебе Иллюзии Защитит Так что БКБ Может прямо Сейчас брать И не стоит Не знаю Выпадает Пиплс Гифт Для Террар Блейда Хороший Тоже предмет У него Очень много Здоровья Сейчас будет С этим Артефактом 1500 Целых Вон Тимага 1000 Если что О Еще Игру В Боу Выпадает Но это Наверное Для ДК Лучше Чтобы в форме Дальше Стрелять Хотя Террар Блейда Тоже Конечно Этот артефакт Неплохо Так заходит Но статы Важнее Конкретно Сейчас Статы Дают ему Очень много Это такой Ультимейтор Который Не дает Тебе Только Мейнстат Слушай Берет Вообще Дрэгонлайн Себя Неожиданный Выбор Отмер Аклалич Для меня Потом Пику Будет Может быть Делать Ну Собственно Будет Конечно Так Нашли Дарксира Весел На месте На сурже Далеко Не убежит Мека Под Веселом Ну Хорошо Ультимейт От грима И все Нет никого Дрэгонайт Был в тот момент Без телепорта Да и сейчас У него телепорта Нет Поэтому Арксир погибает Принимают Еще и гримстрока Который Пришел До этого На помощь Инксвел На себя Песок Работает Подкопотник Сассина Хорошо Муша стрельнет Муша стрельнул Муша попал В это фейдет Пока без фрагов Манавоидам Не успел Выдать Удар Последний 8-7 Без фрагов В следующий раз Будьте Аккуратнее Лог Слишком легкий фраг Мало хп у него было Он тут Подрофлил С когами Точнее с батарейками Коги уже поставить Получилось Не было маны Подрофлил 4-0-1 190 крипов У антимага Даже с бэфом Поменьше будет А зачем 88 Мне уже показал Он мог бы Кстати стакнуть Он просто Встал на кэмп Но вот этот И стоял Секунд 5-6 Попытка убить Снэпфайр Через стан Драгон Найта Все четко Контратаковать нужно Экзорцизм Может быть какой-то Он мана маловато Экзорцизм появляется Драгон Найта Прогоняет прочь Никс Ассасин Карапаса Но на муша Не попадает В это фейд Это вообще В рошпит Выкидывает бабушка Ну это Странно было Ну нужно подходить Антимагу И всем остальным Дис профит Нет маны Вот в чем проблема Бабка начинает стрелять Там Карапаса По-моему мгновенно Сбивают ультимейт Клокверка уже убили Сенкинг также в таверну И все массово Жмут телепорты Да и правда С дракой получила Странный ДП Без ресурсов Антимаг тоже Шибко драться не хотел Антимаг получил Четыре плюхи От Террорблейда Он драться-то он хотел Но он резко расхотел потом Как-то перехотелось Террорблейда увидел С мантой Драгонленсом На семнадцатой минуте И такой Да нет Что-то ребят Давайте без меня Как-то в этот раз Пойду дальше Кач Ну Назошел Нет такого героя Для которого этот артефакт Был бы хорош Хотя Обычно Даже для иллюзионистов Он Вот Для привычных нам Я имею ввиду Иллюзионистов Он очень хорош Потому что Он дает 25% Магического сопротивления Но срезает броню Что Террорблейд Что Нага Что Фантом Лансер У них огромное количество Брони И они Вот этот вот Дебаф по броне Не ощущают совершенно Зато очень сильно Ощущают Баф По магическому сопротивлению Вот Здесь Можно было бы Даже на Террорблейде Наверное Этот предмет взять Но У него настолько Уже много шестатов Кажется Что он просто Яблочко таскает У него 2 кхп Огромнейший урон Так что лучше Яблоко Оставить Пускай оно будет Два Дарксира В очередной раз Третий И это первый раз Для Первый фраг Для анти-мема Анти-мем По-моему Нормальный будет Размен Или Сент-Кингу Отдайте А ДП Отдайте Теревца Веточку Даже веточка Лучше Мне кажется Будет Не Вообще Конечно Эссенс Ринг Это хороший артефакт Особенно Для Такого хлипкого героя Как анти-мак Ты когда прожимаешь Эссенс Ринг Сколько получаешь 425 кп Правильно Да И мне Мне не показалось 425 кп Тут же написано 425 Да Просто Я Не знал Точные цифры И когда увидел Мне показалось Что это как-то Очень много Если честно И у анти-мага 1000 хп было На тот момент Когда он Эссенс Ринг Себе взял В инвентарь То есть Это практически 50% увеличения стека Ну Немало Если что Но Добирает он себе Сейчас мант 20-ая минута А в анпост Переконтроливают Т1 Боте И тут Фейдет Успеет Ус Не успевает Не успевает Не успевает То есть Испе Радиент Не получает Ничего страшного Зато Возле Рошана Оказалась Команда Клокверк Под ускорением Дарксир Еще не докупил Себе Грифсы ТБ С Драгонлендсом Много денег Неиспользованных 3000 просто У антимага При этом все деньги Реализованы Предметы Клокверк Печенька Подальше Рошан Упал Ну все Теперь можно и подраться Экзорцизм-то остался Еще много времени В запасе Пытается Драгонайта Быстро принять Он нажимает Блэкинг Бар Контерспел Ну там Не было смысла его нажимать Равно Блэкинг Бар был Ну что Есть ли какой-то еще контроль Никс Нужны тайминги Контерспел Но Никс Ассасин Говорит Что это не работает Против меня Убили антимага Идеальная работа Драгонайт Вот этот Блэкинг Бар Он Испортил Всю драку Для Сиер Просто антимаг Получил стан И умер Билд на Драгонайта Очень редко Я такое вижу БКБ прям первым слотом Обычно Там кто во что гораст Кто-то Радик берет Кто-то Шэдоу Блэйд Кто-то Блинк сначала берет Там по-разному люди собираются Эпицентр Сэн Кинг Блинк есть Врыв пошел Одного Драгонайта Маловато конечно будет Грим еле живой Сифон на Грима Грим успел выдать ультимейт Напоследок Правда с профит наплевать Она одна Потому что герой второй Сразу же погиб Т2 забрали Ответ Ну понятно что Для Т1 Удачная драка Они выбили Аегис мгновенно Убили антимага И забрали Т2 А дали Драгонайта Ну ничего не поделать Глобально да Глобально они конечно Хорошо все сделали Потому что Была достаточно Высокая вероятность Того что Сейчас Соперник просто Заберет Рошанов И Ну туда О-о-о О-о-о Молодой человек Это фиаско братан Это фиаско братан Да Так умереть Это грубейшая ошибка Со стороны Фейдета Ему нельзя так умирать Потому что Если так террорблейд не умирает То ты Очень сильно отстанешь Вот видишь Он уже отстает на 3000 И сейчас еще В таверне чельнет На полминуты Террорблейд все это время Будет качать И он уже кстати Скади купит И когда антимаг выйдет Уже метаморфоза появится Так это можно пойти Либо подраться Либо еще пару вышек забрать Как бы И форстафы появляются Вот эти нужные очень Потому что мы видели Драксиры всегда убивали Просто в когах Это не только Драксир Касается Никс Ассасин Форстаф Кримстрок Форстаф Все Этого уже на команду хватает Дабы не бояться Клокверка Который там когами Как-то тебя может закрыть Да и разумеется От антимага Можно фокус убрать Быстро Просто толкнув Своего тиммейта Драксир Тоже потихонечку Восстанавливается Он уже в общем-то Сен Кинга Перегоняет Сен Кинга Вот до этого Эпицентра Особо не было видно Купил он себе Вейл Но особо Использовать его Не получалось В драках Потому что драка Не было Я считаю Вот это После убийства Рошана И Т2 Снизу ТБ На месте Метаморфоза Может быть попробовать И на хайграунд Кто его знает Ну на Т2 Не придется Прожимать метаморфозу Тут никто Эту вышку Защищать не станет Спокойненько Ее можно ручками Забрать А на хайграунд Уже да Если пойдут Конечно на хайграунд Потому что Может быть они Побоятся Там все-таки ДП с экзорцизмом В топе Если она Надо пробовать Слишком мощный ТБ И антимаг К этому не готов Трагонайт Форма ТБ форма Тут слишком много урона Врывается Трагонайт Вот так вот вперед На ДП ДП Как же больно Есть вакуум Деспрофит Просто стерли с карты За 5 секунд И не почувствовали Погибает просто Ахайя от иллюзий Меракла И падает башня И Меракл Супер четко иллюзии Ты видел как он Отконтролил Он две иллюзии Выделил Вперед послал Сам бил бараки А иллюзии Просто уничтожали ДП Там был вакуум Очень крутой Там антимаг Где-то нагоняет На фонтане Он это делает Но он ничего не спушил В это время Меракл передвигается дальше Метаморфоза действует Еще какое-то время Сколько тут получается Осталось 12 секунд Но этого хватает Чтобы Т3 забрать А казарму Можно уже допилить Просто форме И ручками Антимаг то все еще Без блэкинг бара Грызет крипов снизу Продолжает фармить И две линии упадет Идеальный выбор Тайван И заранее Т1 очень грамотно Сразу же заранее Отступает Понимая что Метаморфоза заканчивается А ДП с саппортами Начинает спавниться И лучше здесь Конечно не сражаться Когда ДП разультится Тем более Гримстроука не будет То есть эта драка Будет заведомо В невыгодной Для команды Т1 Позиции Очень четко Все сделали Сейчас еще бамтиру Антимаг Да что ж ты будешь делать Крапасы поймали его Да нет Трагонайт просто прыгнул Стан нажал Вот и все Понял Никакой магии Понял плюс принял Но в трон пойти Наверное не получится Бегут просто через топ Пайп появляется Террор Блейда Террор Блейда Талант на статуи Пошел рефлекшн ДП ультует Ну не знаю Я не уверен Нужен форстаф Никс Ассасин с форстафом Нужно толкнуть Коги Очень вовремя Сандра в последний момент И Меркл будет драться На развороте Деспрофит Сифоны Непонятно куда нажимать Деспрофит убили Бая не будет Антимаг не выкупается Муш издается 1-0 Т1 Забирает карту До какого-то момента ВТФ и Меркл Шли на равных Но вот после этого Убийства Рошана Потеря Аегиса И потом смерти Блюсу По-моему Все и перевернулось Потому что Ладно После Рошана Еще было играемо Но когда ВТФ появился Зафармил треугольник Пошел на топ И сразу же умер Вот тогда Он потерял еще где-то минуту И там уже разница была Слишком большая Там даже больше На самом деле Чем-то минуту Он там деньги отдал За него деньги получили Пока он в таверне был Да В общем Плохая ситуация Очень хорошо Террор Блейд Свою линию отстоял Такого не должно быть Не знаю Надо как-то Сент Кингу Помогать Было Там в трипле Стартанули Просто Сиэр Пытались Помочь Своему Антимагу И Антимаг Действительно Очень быстро Свою Бэтл Фьюри Выформил Ну тут наверное Даже не В этом дело Глупо Там искать Виноватых Так что Кто там С Террор Блейдом Почему Террор Блейда Так много Можно было просто По-другому сыграть Как команду В течение игры Наверное Чуть больше Попытаться делать Фрагов Через ультимейт Бабки Чуть больше Делать каких-то Пиковов И тимфайтов С экзорцизмом Пока Террор Блейд Был особо не готов Это все можно было Устраивать Там ведь и Дарксир Тоже был Не особо мощный У Сэнд Кинга Был хороший фарм В один момент У Дарксира Ну что там Мека была Даже там Аркан не был Или там только Аркан У него был Что он там Первый купил Не знаю Ну в общем Это не шибко много И как-то вот это Надо было использовать Но слишком безинициативно Сейра себя повели Решили что Антимаг нафарминг Всех в играх Антимаг бы Кстати говоря Всех бы выиграл Антимаг-то в Лейте Помощнее Чем Террор Блейд Ну без шуток Кстати Его мобильность Очень сильно решает На 30 уровне Антимаг это Наверное Один из самых Сильных героев Там его можно Даже с Фантом Лансером Сравнить А вот Террор Блейд На 30 уровне Это просто Такая пушка Которая идет И все вокруг себя Расстреливает Но совершенно не мобильное Если тебя начнут Как-то дергать по карте Там сплитить Этим антимагом Которого там КД блинка минимальная И он блинкается На полкарты С талантами Со своими То он тебя просто Может поразводить И ты ничего не сможешь сделать Короче ладно Т1 отлично Все сделали Молодцы Победа Но вот я бы Им посоветовал С этим дарксиром Быть поаккуратнее Потому что Каждый раз Когда они этого Дарксира пикают Они Ну то есть Они отдают Сразу Фри линию Для вражеского кэрри Это очень плохо В нынешнем патче Если вдруг Так получится Что к Мераклу На линию Придет не Сэнд Кинг Который Сразу там ФБ отдаст И там ничего не сможет сделать А придет какой-нибудь Кентавр Рубик Или там Я не знаю Бистмастер Гримстрок Что-нибудь в этом духе И все Как бы У твоего кэрри Ничего нет И у тебя вышка упала За 5 минут А у вражеского кэрри Фул фри фарм И в таких условиях Уже играть Будет Не то что Трудно Наверное Даже невозможно Когда вражеский кэрри Свою линию выиграл А ты свою линию Как кэрри проиграл Это очень Очень тяжело Надо только Чтоб у тебя Мизер был Какой-то супер крутой Чтоб у него Во-первых Герой был подходящий Что-то наподобие Квапы Или там Какого-то Сфа Супер раскачанного У которого Много Блинк Быстро появился И он начинает Бегать по карте Всех убивать И ты за счет Этого спейса Как-то камбэкаешь Тогда это нормально А в командной игре Такое бывает Все-таки крайне редко Поэтому На это надеяться Не приходится Ладно Будем уходить Потихоньку на вторую карту Напомним нашим зрителям Что наш партнер Париматч Предлагает Бонус всем желающим Более подробно Можете узнать Об этом бонусе Кликнув на баннер Под трансляцией И вторая карта CR против Т1 Не за горами Приятно с тобой Анализировать Форс Я прям это Кайфанул Сижу Отдыхаю Пью чайок Так что да Ждем В следующую игру Пауза будет Очень Короткой Поэтому далеко не убегайте Пока смотрим рекламу И слушаем музыку Субтитры создавал DimaTorzok